Здравствуйте! В эфире выпуск в студии Веры Ионкиной о главных событиях к этому часу. Число зараженных новым типом коронавируса близится к 100 тысячам. В России ситуация выглядит спокойной. Правительство выпустило постановление с запретом на вывоз из страны масок и респираторов. Эта мера принята, как отмечается в документе, в целях обеспечения охраны жизни и здоровья людей. Накануне Владимир Жириновский заявил, что вспышки заболевания происходят там, где наблюдается массовое пребывание людей и отметил, что сейчас не время для путешествий и для снижения риска заражения необходимо посидеть дома. Коронавирус начинает хорошо заражать, когда скученность. Вот Китай, миллионы людей, Южная Корея, миллионы, Япония, Иран, Италия, большинство там туристов. В других странах единичные случаи. Туристы вернулись. Или из Китая, или из Италии, или из того же Ирана. Напрямую нигде нету оснований для вспышки коронавируса. Но потом, наконец, врачи-то не могут ничего сказать. Но почему они не могут сказать? Что подобные эпидемии уже идут сто лет. Самое страшное было сто лет назад. Все остальные последние 20 лет. Гонконгский грипп. Вы помните? Птичий грипп. Там бешенство этих, как его? Коровье бешенство. Эбола. Единичные. Вспышки и количество жертв в десятки раз меньше. Вот от гриппа обычного, простуда, 600 тысяч в год умирает. Сейчас пока 30-40 тысяч умрет в этом году. С другой стороны, мы не знаем. Может быть, это захватит миллионы и миллионы людей. Но здесь ученые должны помочь. Врачи должны помочь. Мы об этом говорим. Но вот можно было бы, чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране. Временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации. Вот в отношении коронавируса. Одного, двух, трех расстрелять. Калининград, Москва и Камчатка. Все прекратится. А мы панику создаем. Люди волнуются. Это же стресс. Не обязательно сама эпидемия убивает. Стресс убивает. Все боятся. За детей, за бабушку, за дедушку, за всех остальных. А эти шуруют, шуруют информацию. Все это пытаются опять. Но нужны жесткие меры. Их нет. В российских социальных сетях распространяется информация о том, что в столице коронавирусом заразились более 20 тысяч человек. Но власти намеренно скрывают этот факт. Глава государства накануне заявил, что есть данные от ФСБ о вбросах подобного рода фейковых сообщений, организованных в основном из-за границы. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры начал ограничивать доступ к ресурсам, распространяющим фейк-новости. Ну а у нас есть инструкция, как обезопасить себя. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры. Вы можете посещать массовые мероприятия. Кино, ресторан, театр, цирк. Любые меры. Вы из дома не выходите. Надо церкви и мечети закрыть. Синагоги. Временно. Не разрешать никаких. Даже в их интересах. Иначе, если эпидемия превратится в пандемию, мы уже ничего не остановим. Погибнут миллионы. Никаких рукопожатий. Но чем перчатки вас сохранят? Уже ученые посчитали. Более 30 тысяч микробов на наших руках. 30 тысяч. Если можно дистанционно работать, работайте. Если у вас есть достаточно денег, возьмите за свой счет, сидите дома. Думайте о здоровье. К другим новостям. Накануне в первом чтении Госдума рассмотрела законопроект об изменении параметров федерального бюджета на ближайшие три года для реализации мер из послания Владимира Путина. Расходы по этим параметрам в течение трехлетнего периода совокупно составят свыше 4,5 триллионов рублей. О том, как привлекать доходы в государственную казну, прямо сейчас расскажет депутат ЛДПР Сергей Катасонов. Мы говорили о том, что для правительства сегодня очень важно решить задачу по трем основным направлениям. Первое, самое, наверное, основное – рост ВВП за счет работы с крупным бизнесом, за счет изменения, на мой взгляд, налоговой нагрузки, которая могла бы стимулировать приход бизнеса сегодня в экономику. Для нас ни для кого не секрет. У нас вторым вопросом будем мы сегодня рассматривать отчет ФАС. И мы будем говорить о том, что сегодня уже на первый план выходят не картельные сговоры. Выходит то, что сегодня бизнес не хочет работать с бюджетом. Вот проблема. И, наверное, эту проблему сегодня правительство может решить, не прибегая к каким-то экстраординарным мерам. Нужно ослабить давление на бизнес с точки зрения правоохранительной системы, судебной. Должен быть справедливо решаться вопрос во взаимоотношениях между бизнесом и властью. Сегодня мы этого нет. Можно это решить? Можно. Поэтому мы тоже хотели бы это увидеть. Да, мы считаем, что необходимо менять с точки зрения экономики процентную ставку. Посмотрите, как отреагировал ФРС. Он снизил процентную ставку беспрецедентно. Мы уже не говорим о европейском банке, который имеет давно практически нулевую ставку. И наша ставка 6,5% – это не то, на что идет сегодня запрос. Хотя нужно сказать с точки зрения справедливости, что все-таки, я не знаю, звезды так сложились или приход нового премьера. Но Центробанк поменял свою позицию. Насколько жестко он стоял последние 5 лет, когда ключевой ставкой ставилась задача не развития экономики, не рост доходов населения, а чистка банковского сектора. Мы считаем, что вот эти вопросы экономические и, скажем так, финансовые, и кулуарные, они должны решаться другим способом. Но не за счет населения то, что мы реально получили. Дети-смайлики. Так врачи называют не тех, кто весел и здоров, а тех, у кого диагноз – спинально-мышечная атрофия. С виду это обычные малыши, но лишь родители знают цену этой радости. Несмотря на то, что заболевание редчайшее, только в России от нее страдает почти тысяча детей. Тему продолжит Тимур Титов. Дети-смайлики. Для человека-несведущего это звучит очень мило. Но на самом деле так называют детей со страшным диагнозом – спинально-мышечная атрофия. Редчайшее генетическое заболевание. Нарушает работу мускулатуры ног, головы и шеи. Малыши не могут ползать, глотать. Практически это парализованные дети. В разных странах мира один из шести или десяти тысяч рождается с таким диагнозом. Половина из них не доживает и до двух лет. Ну постой немножко. Ну чуть-чуть. Ну устал. Ну сейчас уже будем скоро отдыхать. Воронеж. Скромная квартирка. Молодая мама ставит ребенка на вертикализатор. Это тренажер для поддержки детских мышц. Ее сыну всего год и восемь месяцев. И он, тот самый смайлик, Артем Мартынов. На дорогостоящие инъекции маме собирают средства всем миром. Спинразу надо вводить пожизненно по три укола в год. То есть каждые четыре месяца. Это кабала, это огромные деньги. Укол стоит от семи до восьми миллионов. То есть первый год был больше сорока миллионов стоимостью. Наше государство, конечно, не хочет тратить такие большие деньги. Потому что по реестру больше девятиста человек и детей, и взрослых всей России. Это достаточно много. Родители воюют, дети умирают. До мая добрые люди обеспечили маленького Артема инъекциями. А что ждет малыша потом? Если мы не получим лечение и не будем дальше продолжать, ребенок начнет медленно слабеть, ну, обездвиженным просто станет. То есть это паралич, когда двигаются только одни глаза. Ты не можешь сам дышать и ты не можешь сам есть. Все очень страшно. Ну, то есть ребенок, мозг у этих детей не страдает. То есть он все понимает, но ничего не может сделать. Он просто лежит и смотрит на то, что происходит вокруг. И медленно угасает. Но надежда все же есть. Разработан новый препарат. Он вводится единожды. Возраст больного не должен превышать двух лет. Иначе он бесполезен. Стоимость лекарства жизни баснословная. В мае 2019 года появляется еще один препарат, который называется Солжен СМА. Это генная терапия. Укол ставится один раз, то есть заменяется поломанный ген. И у ребенка перестает прогрессировать заболевание. Это один раз на всю жизнь. Но стоимость его по счету у нас 2,4 миллиона долларов. Отчаяние мамы поддерживается лишь уверенностью в том, что чудо случится. И за такой короткий срок все-таки она сможет собрать необходимую сумму. Я верю в лучшее. И я просто чувствую, что скоро и мы поедем туда. И волшебник найдется. Однозначно. И, как говорят все наши волонтеры, эти глаза сведут еще с ума много людей. Поэтому нас заметят. Просто еще не пришло наше время. Волонтер Татьяна помогает не только Артему Мартынову. И о помощи разных государственных и частных организаций знает не понаслышке. Ребенку выделили уже на будущий год спинразу. Спустя, наверное, месяц мы получили ответы от нашего департамента. То, что ему не выделят спинразу и обращаться непосредственно в Москву. То есть нет у нашего города такого бюджета. Об Артеме узнали и в Государственной Думе. Борис Чернышев навестил малыша. В России сегодня порядка 750 детей, таких как Артем Мартынов, которые нуждаются в лечении от СМА. Обязанностью лечить детей. И правительство наделило регионы. Но регионам не хватает денег. Мы же предлагаем выделить необходимые по общественной оценке от 45 до 50 миллиардов рублей, чтобы спасти таких детей, как Артем Мартынов. Сегодня время для того, чтобы мы собирали деньги на лечение этих детей по СМС прошло. Возможно, нам и не хватит времени, чтобы спасти ребят, которые попали в такую ситуацию. Семьям нужна помощь. И фракция ЛДПР призывает очень внимательно отнестись к теме СМА. Нам нужно спасти наших детей. Жизнь этого маленького человека зависит от нас с вами. 2 миллиона 400 тысяч долларов стоит сегодня его жизнь. В масштабах страны это капля в море. Артем – малыш, который должен жить. И мы все вместе можем ему в этом помочь. И в первую неделю Великого Поста, время покаяний, может быть, самым верным шагом будет протянутая рука помощи Артему Мартынову. Сейчас на экране вы видите банковские реквизиты для сбора денег на покупку жизненно важных лекарств для Артема Мартынова из Воронежа. К этому часу у меня все новости. Прямую трансляцию ЛДПР-ТВ вы также можете смотреть на нашем YouTube-канале и в интернете. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok